Аааа, помоги, помоги, тут трезубцы, вилки летают, помоги быстрее. Подожди, 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 он случайно Маргариту пульнул, или в кого он там пылил, стой на бете, вы посмотрите, что за собака на улицу вышла, естественно, ну смотри, ну сколько здесь трезубцев валяется, смотри, раз, два, три, четыре, он даже Маргарите в задницу случайно пылил, и там нечаянно укол сделал. Ну нельзя их поднять вообще, никак всего раковина, вот эта ракушка выпала. А как он на улицу-то выбрался из воды? Да, я не знаю, мы вот тут хотели серию начинать, Катя такая, у меня кто-то стреляет, я такой, кто стреляет? Вижу то, что у него вот эти виллы летают. Я такой, давай быстро серию начинать. Вот мы начали, я уже такой, это какой, это четвёртый, четвёртый утопленник, которого мы убиваем за весь сезон, и ни один нам не дропнул ещё вот эту сраную вилку. А я читала, что оказывается трезубцы могут выпасть из обычного утопленника, не только с трезубцем. Да, враньё всё это, не, ну как бы, да, не. Некоторые в комментах пишут, что может убивать обычных утопленников, с них также выпадают трезубцы, но это не так. Типа, выпадают трезубцы только с тех, у кого есть трезубцы, ну это же логично. Я, конечно, могу ошибаться, напиши в комментах, потому что мы читаем все комментарии. Иногда нас, конечно, обманывают, всякую фигню там пишут, но иногда реально годные советы дают. Да-да, я согласна, но на самом деле я думаю, что с утопленника с обычного может тоже выпасть, я почему-то верю. Ну, будем надеяться на честноту подписчиков. Подожди, я сказал честноту? Да, ты сказал на честноту. А надо сказать честность, да? На честность, да. Ну, в смысле, будем рассчитывать на честноту подписчиков. Честнота это чесночная... Короче, какую-то фигню я опять ляпнул, как обычно в каждой серии. Всё, до свидания. Пока. Чесночный соус. Будем надеяться на чесночный соус подписчиков. Подписчик. У кого есть чесночный соус, плюсик в комментах. Почему я сказал чесноту, а не честность? Ты как что-нибудь скажешь, так я вообще падаю. Я просто Эдис, я всегда всякую фигню на сутки. Здорово! Вот это кракозябра, милка. Пошли спать. Спать с тобой? Нет, ёпты, с чебураком давай. Мяу! Все мы знаем, чем мы будем заниматься в этой серии. Как обычно, много чем интересным. В первую очередь, Екатерина, мы скрафтим данную секунду компас. Потому что ты помнишь, что нужно отдать вот этому картографу, чтобы получить карту сакру... Откуда у тебя компас? Он у нас в рюкзаке лежал, в сундуке. В чесночном рюкзаке, да? Да, в чесночном рюкзаке, вот. Я не помню, он где-то нам в данже попался, или где-то вот в сундуках каких-то. Ну, тогда у нас еще на одно дело меньше. Нам даже тогда получается компас крафтить не надо. Я просто беру вот эти все изумруды, я выкладываю эту раковину. И, в принципе, все, мы можем текать, идти торговаться с этим картографом. Но подожди, перед тем, как мы пойдем, я все же возьму поводки. Где у нас поводки валяются? Ты случайно не помнишь? А, они у нас есть? Да, они у меня просто в элементаре валяются, я как-то не заметил. Ну, что я в этой серии все же хочу привезти к нам домой ламу. То есть, ее хоть и приручить нельзя, зато ее можно привезти домой. И она у нас будет здесь что-то бесполезное делать, потому что, в принципе, ламы бесполезные. Опа! Опа! Лодка есть? Есть. Приключения на задницу есть? Есть. Желание получить эти приключения на задницу есть? Всегда есть. Но перед этим надо замешать какашонцы. Что? Какие какаши? Говна замешать надо! Извините, просто реально надо замешать. Ну, в смысле, я здесь вот это компостные бочки сделал. Вот, можно в них даже вот так залезть и сидеть. Вот, я здесь буду сидеть, ты можешь туда залезть. А как ты в них залезешь? Ребята, подожди, еханый бабаль, а мы это подписчикам не показали, потому что у нас уже 4 огромные чупакабры. Угу, которым даже плавать негде. Я-то что-то затупил, они же, они в первую очередь как бы вылупились яиц, потом выросли и уже стали огромными. Я же собрал еще вот эти 2 щитка, и у нас уже 4 щитка, еще нужен 1, и тогда мы уже сможем скрафтить наш первый подводный шлем. Только, да, надо им сделать побольше так места. Я тебе вообще предлагаю потом в будущем сделать огромное такое озеро. Знаешь, там кораллами украсить, водорослями, всякими маминой мамой. Это все мы сделаем в следующих сериях. Да-да-да, дети, не смотрите на меня. Папа, мама пока что заняты. Это все будет потом. Выходи, мама. Папа. Мама, папа или кто ты там. Залезай, залезай в яму эту бочку. Залезай. Да как я не могу залезть, я не умею. Shift, shift нажми. Во, сейчас я тебя здесь засандалю в говне. Ну, в том самом. Не, не работает. Вылези, 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 вылези. Воот. Это, конечно, бесполезно, это столько этих семен вот сюда запихиваешь. Семен. Здравствуйте, я Семен. Ты столько семен сюда запихиваешь, а в конце получается только, только одна вот эта костная мука. Но на всякий случай, пускай оно здесь будет. Может, рано или поздно нам пригодится. Пошли, Катюк. Семен? Подожди, у меня вопрос. А где Чебурак? Ядрить его под хвост. Чебурак, это твоя собака? Чебурак, это моя собака. Так ты же с поводка его снял, и он, наверное, убежал. Чебурак? Я не уследил за своим животом. Я не уследил, ты в первый раз убила мастера. А сейчас Чебурак, куда ты спорил? Да я, да я клянусь, да я не знаю, где он. Мастера убил мистер Крэппер. Все мы помним тот момент, когда ты забыла закрыть калитку, пошла в лес, и там на тебя с дерева свалился. Мистер Крэппер? Ты привела его сюда в дом, и он убил мастера. А сейчас ты стрелки на меня переводишь, потому что опять, наверное, Чебурака, случайный ему поводок, отрезала, да, и он куда-то убежал. Ты сейчас вообще отвечаешь за свои слова? Я с тобой была все это время, вообще вон рыбу ловила, и на меня утопленник напал. Да подожди, ну это реально не смешно, типа шутки шутками, но где Чебурак? Ну иначе ты его убили. Ха, и ты так спокойно об этом говоришь, иначе Чебурака убили, вот офигеть сейчас. А в прошлой серии ты помнишь, что я сказал, что типа, а где поводок у Чебурака, иначе он убежал, либо его убили. Так, ладно, короче, давайте сделаем так. Возможно, если мы наберем на этой серии, ну давайте 70 тысяч лайков, возможно Чебурак придет. Если он не придет, ну значит... Значит мы не набрали 70 тысяч лайков. Ну ладно, в эти 70 тысяч лайков, значит в следующей серии там появится еще одна могила. Это не смешно. О, ну что там, как-то мы с тобой реально плохие родители получается. Да, нам больше черепашек не угробить. Я плохой папа! Да. В смысле да? Так, раковину наутилосу я выбрасываю, да? Не надо ее выбрасывать, это полезная штука оставь. Я ее выбросила. С тебя лучше выбросить. Ладно, шучу, ничего я не выбрасывала. Надо песенку петь. Ладно, шучу, тоже шучу, не буду никакую песенку петь. У нас всегда традиция. Каждый раз, когда мы путешествуем по морю, надо петь песенки. И Катя у нас как раз за эти песенки отвечает. Катя и Катерина! Давай, раз, два, три. Твои глаза такие чистые, как небо. Назад нельзя. Такая сила притяжения. Мы приехали, нет? Пока еще нет, пока еще нет. Твои глаза остановлю эту планету. Согласен, я полностью согласен. Я что-то под твои вот эти песни даже запутался, куда нам надо плыть. На уроке. О, нас здесь уже встречают. Здравствуйте. Здравствуйте. Как много у нас друзей. Здравствуйте, Катя, беги. Да не бей. Да не бей ты никого, просто беги. Давай, 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 давай за мной. Мне нужен опыт. Мисс Иклепа. Мне нужен опыт. До свидания, я Катю оставляю там. А, вижу тебя, стой, стой, какашка. Мисс Иклепа, мисс Иклепа, мисс Иклепа, мисс Иклепа, мисс Иклепа, да что ж, вас много-то так. Нападаем, нападаем, убиваем, оп, 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 все, готово. Сейчас здесь будет у нас тысяча опыта. Мисс Иклепа. Забирай, 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 подбирай весь опыт, это все для тебя, Катюха. Спасибо, 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 ой, как много опыта. Оп, 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 щас, щас, щас. Ой, а меня отравили, меня отравили. Мисс Иклепа! Мистер Паучок, отлично, спасибо. До свидания, давай, ты крафти себе новую лодку и плыви сюда. Я говорю, беги, 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 зачем всех подряд убивать? Катя, без разницы, ну и до свидания, короче. Мистер Картограф, мистер Картограф, вы где? Здравствуйте, это Паучок. Игорюнчик, здра... О, ты соскучился? Ты соскучился по нам? Здравствуй, молодой человек, здравствуйте. Сейчас, подождите, дайте я свой топор возьму. Ой, здра... Катя, забирайся сюда внутрь, быстро. Я ему окно сломала, вот здесь. Это я ему сломала. А, ну вентиляция лишняя не бывает. Здравствуйте, мы ставим изумруд, и мы ставим комплекс. И в итоге получаем карту следователя океана. Ты с ума сошел, Йохан, и бабай, какой... Что? Ставлю 11, он мне толкает исследователя океана. Ставлю все, он мне также толкает исследователя океана. Значит, что-то ее нужно купить. Ее нужно купить, а потом тогда после нее только можно купить будет, наверное, другую карту, да? Ты думаешь? Мне кажется, ты сейчас просто лоханешься. Ну, а сколько стоит карта исследователя океана? А реально, а почему мне дает только исследователя океана? Ладно, давай, хорошо. Давай не будем перепадать друг другу мозг. Покупаю. Но проблема в том, что она не исчезла, она до сих пор здесь стоит. Я не могу купить следующую, исследователь лесов. В смысле? Вот это вот тот датч, который мы нашли с этими иглобрюхами. Он нам нафиг не нужен. Что за дичь, подожди? Таааак, нужно мнение экспертов в комментах. Что это за дичь? И почему я не могу выбрать вот эту карту? Аааа, так, наверное, нужно было вот сюда нажать. Вот сюда надо... Оно нажимается, Кать. Ты глупенький, да? Я глупенький. И у нас нет компаса больше, да? Глупенький. Кать, задача... Я без трусов. Я вообще без трусов стою, если что. Трусы надень, хватит светить вот этими причиндалами. Отправляешься домой, берешь сундука редстоун и идешь сюда обратно. Хорошо? Хорошо. Убивай меня. Я тебе лифчик сломал. Спасибо. Мне кажется, я ему не нравлюсь. Он прям пытается от меня убежать, но что-то вообще не получается. Да успокойся, успокойся, Чубзлет, мы скоро уйдем. Да, я знаю, что ты попал в комнату с глупеньким мальчиком, который почему-то купил эту сраную карту следователя океана, хоть должен был лесов. Я исправлюсь, обещаю. Ой, я тут. Давай, 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 забегай внутрь, забегай внутрь, быстро, быстро, пока он не выбежал. Давай сюда, внутрь, Кать, через окно. Давай, 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 давай. Выбрасывай, забрасывай, давай. Держи. Ага, спасибо. Так, 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 так. Кажется, надо атакует. Так, подожди компас, крафчу компас и сейчас только попробуй... Вот, надо просто было мышкой тыкнуть. Ну, тупенький я, тупенький. Да, я знаю. Спасибо. Короче, но зато у нас сейчас есть карта исследователя океана, и у нас есть карта исследователя лесов. А у меня нету брони. Да, у Кати нету брони. Так, ну на карте отображается домик, если хочешь, можешь посмотреть. И в этот домик мы отправимся в следующих сериях. Только проблема в том, что посмотри в мой инвентарь. Ты видишь здесь хотя бы одно железо и хотя бы один алмаз. Вот и я не вижу. Поэтому нужно будет отправиться в шахту, добыть хотя бы немножко алмазика. Потому что, Катя, согласись, то что без алмазной брони нас там просто вздрюкают. Вот как только можно в этом данже, особняке. Так, а ещё же её можно зачарить, да? Или нельзя? Можно, 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 и мы её зачарим. Всё, мне кажется, выпускаем его наружу или нет? Или пускай пока ещё будет здесь? Может, она ещё пригодится? Да пусть выпускаем, выпускаем, бедненький. Ну его, его убьют, там же зомбарь. Ладно, побежал как ошпаренный, посмотрел. Всё, он больше не будет жить в этой деревне, мне кажется. Ладно, можно его будет освободить. Вот это запихнуть куда-то вот сюда и здесь залатать эту дырку. Я, кстати, ещё тебе, Катюха, предлагаю в следующих сериях сделать библиотекаря. И также прокачать этого самого библиотекаря. На последних уровнях он продаёт зачаренные книги. И можно там всякую фигню напокупать. И, знаешь, обчариться просто с ног до головы. На яйцо в голову, лови. Опа. Это что ты мне дал? Яйцо. Вышел зайчик на крыльцо. Почесать своё... А, это нельзя договорить? Раз, два, три, четыре. Мы живём все в одной квартире. У меня с рифмой плохо, ты где? Это... Это ламятки. Тут ламятки, иди скорее сюда. А, ты здесь. Здравствуйте, здравствуйте. Эту ламу мы одели в предыдущих сериях. А сейчас... Подожди, а вот эту ламочку маленькую можно с тобой взять? Здравствуйте. До свидания. Было приятно познакомиться. Мы уходим. Прощайте. Вернитесь, пожалуйста. Не-не-не, мы уходим. Мы уезжаем в другую страну жить. Было приятно познакомиться. Да ладно, шучу. Ты мать лам, да, в этой серии? Да, в прошлое я была мать лис, а сейчас я мать лам. Так, подожди. Мне интересно, можно ли эту маленькую чупакабру потащить с собой? Можно? Можно. Извините, пожалуйста, вы не против, если мы вас вашу дочку или вашего сына заберем? Я обещаю, что мы будем за ним приглядывать. Прям обещаю. Погоди, ты же в прошлой серии этой ламе ковер делал специально, чтобы ее утащить. Ты что у нее ребенка-то заберешь? Я хочу маленького, он прикольно выглядит. Блин, а как же... Ну, ему тоже нужен ковер тогда, да? Я не знаю, нужен ему ковер. Ну, наверное, нет, потому что на него сесть нельзя. А он вырастет? Подожди, я могу и большую утащить, я могу и маленькую утащить. Иногда, получается, вот эти двое останутся здесь без мамы. Тогда давай одного заберем. Ладно, давай тогда одного заберем. Было приятно познакомиться, приглядывайте со своими другими детьми, а я вот это уведу. Мы назовем его... Магомед. Он кивнул. Магомед? Да, он харкается, значит, Магомед все понятно. Магомед. Не, подожди, сейчас реально подписчики будут называть его Магомедом. Не надо никаким Магомедом. Придумайте ему имя в комментах. Надо ему что-то... Я вообще за Магомеда, на самом деле. Чё, реально? Да. Только у меня вопрос, он вырастет или он всегда такой маленький? Я не знаю. Ну, наверное... Да чё, все за мной идут? Я бы всех приручил, честное слово, мы только Магомеда с собой заберем. Они за тобой бегут! Ну, ребята, ну отпустите Магомеда, ну в свободное плавание, он уже большой взрослый мальчик. Ты... Давай, давай всех в загон к себе, погнали, давай всех. У меня столько поводков нет, чтобы всех. Так они идут, они идут за нами. Ладно, пошли Магомед, Хабиб и Нургомед. Вперёд! А теперь я, Александр Митрикурд! Вперёд, дети мои, вперёд! Только в яму не падайте, пожалуйста, вот сюда. Ооо, тут дождик. В яму, пожалуйста, не падайте, а то я потом не знаю, как вас вот туда вытащить. Так, мама... Ой, а я упала. Говорю, в яму не падайте, и самая тупая упала. Я простраиваюсь. Катюха, тебе там ещё долго ждать? Оп, 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 оп. Ну, сейчас выберусь. Давайте, давайте, дети! Прям... Это прям войск, Калам! А я их предводитель, генерал-майор Летелян, старший... Учитель... Едуард. Почему учитель? Капец, у нас, конечно, зверинник просто. Скоро можно будет платный зоопарк открывать. Так, ладно, это, конечно, всё хорошо. Я прокакал свой поводок, отдай поводок. Идите сюда, 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 сюда. Это очень хорошо, то, что у нас так много лодок. Опа, одного запиндюлил! Ну, наверное, мы его просто так уведём. Но огромный же не залезет вообще никак. А как снять поводок? Тык, ещё раз правой кнопкой. Правой? Да. Ага. Залезай, залезай! Опа! Ты смотри! Мать! А, нет! Дети мои, подождите, подождите, подождите. Так, молодец, молодец. И вот ты... Подожди, подожди, подожди. И вот ты... Это прям что-то дикое какое-то, чё стоишь? Я вообще не понимаю, что происходит. Как они так залезли в себя? Так, подожди, сейчас самое главное. В первую очередь, надо Катю на поводок взять, чтобы она не потерялась. Подожди. Да нет! Меня подписчики учили в комментах, что можно как-то лодку взять на поводок. И чтобы знать, чтобы она за нами плыла. Только как? Я чё-то не могу понять. Типа, я же могу с помощью поводка как-то лодку за собой повезти. Но как? И я могу вторую. Да, подожди. И я видел то, что так реально можно делать... Подожди. Меня сейчас дико вплющило. Что? Тебя не вплющило случайно, дико? Нет, меня не вплющило. А тебе не вплющило то, что они стали одного роста, как их мать? Они выросли! Они выросли! И у нас что? Наши дети стали взрослыми прям вот так по чувству пальца. Ну всё, теперь точно можно одного уводить, потому что сыновья или дочери стали взрослыми и должны идти в самостоятельную жизнь. Я не знаю, что происходит, почему ламы у нас на глазах растут. Короче, я тебе предлагаю, в принципе, на этом моменте закончить, потому что я не знаю, что дальше делать. Нам нужен совет от подписчиков. Напиши в комментах, как я могу вообще за собой поточить эту лодку. Я же знаю то, что как-то можно. Только что-то как-то не получается. Не зря мы с тобой столько много лодок тут наделали. Можно каждую на свои личные лодки увезти. Личный транспорт у каждой ламы. На самом деле у меня вот какой план. Мы, конечно же, заканчиваем серию, потому что ну как мы дальше не можем никуда двигаться. Мы же не можем их здесь оставить, правильно? Ну да. Поэтому мы ждём совета от вас в следующей серии, как нам вообще поступать. Может быть нам нужно каждую ламу по отдельности перевозить, да? Кстати, возможно, возможно и такое. Я не знаю, возможно подписчики в комментах что-то придумают до следующей серии. Но естественно, чтобы не пропустить эту следующую серию, надо подписаться на канал. А то как бы уведомление придёт, и ты сразу сможешь её посмотреть в самом начале. Всем пока! Твои глаза! Глаза! Такие чистые, как небо! Нельзя! О, о, о! Мункая сила притяжения! Субтитры сделал DimaTorzok